Девушки отдыхают Я расскажу, как это работает Причем не на примере даже компании Яндекс.Такси А на примере любого сервиса заказа такси Который пользуется понятием приоритет Мы поговорим о гонке вооружений времен Холодной войны Заодно я объясню, почему у вас такого молодца С таким огромным приоритетом Такие конские подачи по многу километров Для начала вспомним теплые ламповые времена Когда на машинах стояли радиостанции Уже тогда существовало некое понятие приоритета Хотя это не озвучивалось вслух Диспетчер при распределении заказов Мог руководствоваться двумя вещами Первое Кого он громче всего и отчетливее всего слышит Из водителей, отвечающих ему по рации Второе Это приятельские отношения с определенными водителями И он мог как назначить заказ своему приятелю И тогда тот, разумеется, в обход других получал нормальный вкусный жирный заказ Либо, если заказ, в общем-то, не особо интересный И он просто был выкрикнут в эфир То кто первый откликнется Или кого лучше всего будет слышно Тот и получит заказ И хитрые водители стали ставить на свои машины Так называемые кирпичи То есть усилители радиосигнала Если выходная мощность радиостанции машины номер 1, например, составляла 4 ватта А машина номер 2 составляет 100 ватт Потому что она оборудована кирпичом То, разумеется, диспетчер абсолютно не услышит машину с радиостанции в 4 ватта И услышит только 100-ваттного чудака Разумеется, неважно, на каком расстоянии он находится от пассажира Хоть в 10 километрах Он соврет, что будет на месте через 7 минут И, разумеется, получает заказ Именно так это и работало Но с приходом агрегаторов все изменилось Агрегаторы старались всегда назначить пассажиру самый ближайший автомобиль Почему? Потому что именно этим они и конкурировали друг с другом А также со старым теплым ламповым такси Время подачи машины это критично важная составляющая То есть, если у теплого лампового такси машину ждать 20 минут У агрегатора А машину ждать 10 минут А у агрегатора Б машину ждать 2 минуты Разумеется, пассажиры чаще будут выбирать агрегатора Б Потому что у него самое короткое время подачи машины И так и было Машины назначались по расстоянию, на котором они находятся от пассажира Чем ближе машина, тем быстрее она приедет И, соответственно, ей первый предлагался заказ И только в случае, если она отказывается, то тогда заказ передавался машинке подальше А если она отказывается, то еще более далекой машине Это и видит пассажир в своем приложении, когда у него там происходит так называемый поиск автомобиля Но так продолжалось недолго Агрегаторы решили, что было бы неплохо Если бы водители, ну скажем так, обклеивались Брендировали свои автомобили То есть носили на бортах своего автомобиля рекламный материал агрегатора И стали предлагать так называемую золотую корону Про серебряную мы сейчас не говорим Она именно такая, только предлагалась и пешникам А работает так же, как золотая Так вот, предлагали золотую корону И градаций, по сути, было 2 Либо автомобиль брендирован, либо нет Где-то в регионах, например, как в Твери, градаций было 3 Автомобиль мог быть не брендированным совсем И тогда у него, разумеется, общий приоритет Автомобиль мог быть оборудован лайтбоксом Либо, наоборот, обклейкой без лайтбокса И у него была уже вторая ступенька приоритета И, наконец, автомобиль полностью брендированный Имел наивысший приоритет И уже при распределении заказа Учитывалось не только расстояние до машины Но и приоритет Работает это следующим образом Представим, что на расстоянии в 1 километр Находится от пассажира 3 машины У одной нет никакой обклейки У второй есть обклейка, но нет лайтбокса И у третьей машины есть обклейка и лайтбокс И у нее, соответственно, золотая корона Пассажиру будет предложена машина, конечно же, с золотой короной А если вот они находятся на разном расстоянии Например, 1 километр, 1,5 километра и 2 километра То тут уже система выбирает И для того, чтобы приоритет работал Она сокращает реальное расстояние Виртуально, делая его более коротким И машина, которая находится от пассажира, скажем, в 2 километрах Но имеет золотую корону Для системы, кажется, находящейся на расстоянии в 1 километр Поэтому машина без бренда, находящаяся на расстоянии в 1,5 километра Заказ не получит Хотя она ближе всего к пассажиру Именно этим объясняются ваши конские подачи В случае, если у вас высокий приоритет Потому что вы для системы как будто бы находитесь ближе к пассажиру Это работало некоторое время, пока люди насмекнули И все дружно не обклеились в бренд И тогда практически у всех появилась золотая корона И приоритет потерял всякий смысл И как и в любой гонке вооружений Как это было во времена Холодной войны Когда, чтобы погрозить соседние держави У тебя должны были быть самые длинные ракеты И постоянно наращивался потенциал Так и здесь было придумано нововведение Приоритет 2.0 То есть, приоритет уже выраженный в цифрах Поэтому он имеет не 2 или 3 градации То есть, нет золотой короны, есть золотая корона А может быть 20 градаций Например, у тебя приоритет 0 А может быть приоритет 20 Нулевой приоритет это базовый стандарт Дальше, за обклейку За то, что у тебя продезинфицирована машина За наличие термопакетов За длительность работы в сервисе За... Еще какие-нибудь заслуги перед сервисом Тебе начисляются определенные баллы приоритетов И чем выше у тебя приоритет Тем ближе ты виртуально находишься к пассажиру И больше шансов, что именно ты получишь этот заказ И вновь Чем больше у тебя приоритет При прочих равных Тем дальше тебе ехать до пассажира Потому что не будь у тебя приоритетом Тебя бы назначили самому близкому пассажиру Не сейчас так потом Который появится на игровом поле И захочет куда-то ехать Но сейчас есть только один пассажир И на него, например, 20 претендентов Они находятся на разном расстоянии И будет назначен тот, у кого виртуальное расстояние до пассажира меньше А зависит оно именно от приоритета Чем выше приоритет, тем дольше тебе ехать до пассажира Теперь расскажу, почему эта гонка вооружения не имеет смысла Все будут пытаться получить наибольший приоритет Все будут брендироваться У них будет расти время работы с сервисами И через некоторое время они получат Еще там пару баллов приоритета За заправки через таксометр Пару баллов приоритета За дезинфекцию, за что-нибудь еще Компании придется придумывать Все более, 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 более Высокие уровни приоритета Для того, чтобы водители как-то друг от друга отличались Иначе все выполнят все условия И у них снова будет равный приоритет Согласитесь, нет никакой разницы На карте находятся 100 машин с приоритетом 0 Или 100 машин с приоритетом, например, плюс 20 У них одинаковые приоритеты И вновь будет назначаться только самое близкое Разумеется, никакого смысла в этом приоритете не будет Итак, резюмируем Резюмируем Подводим итоги для тех, кто досмотрел до этого момент Чем выше приоритет, тем дольше тебе ехать до пассажира Чем меньше приоритет, тем меньше тебе ехать до пассажира Так почему же приоритет имеет значение? Почему же за ним гонится? Все просто Когда заказов становится мало Вот тогда лучше уж съездить подальше за пассажиром Чем не получить никакого заказа В часы наибольшей нагрузки на сервис В пиковые часы от приоритета нет абсолютно Никакого толку он может даже вредить Вам будут назначаться дальние подачи А вот если заказов мало То при наличии приоритета вы получите заказ А без приоритета нет Но это игра с постоянным повышением ставок Рано или поздно она либо упрется в потолок Либо нужно будет добавлять дополнительные уровни приоритета На этом у меня все Не дайте себя обмануть До встречи Субтитры сделал DimaTorzok